Всем привет! С вами Миша и вы на канале MobileMHot. Мы продолжаем следить за событиями из мира мобильных технологий и делиться с вами самыми значимыми новостями. Что важного случилось на этой неделе, расскажем прямо сейчас. Но прежде поблагодарим нашего генерального спонсора, интернет-магазин ABC.ru за предоставленные на обзор гаджеты. ABC.ru – шоппинг для умных. Ссылка в описании. Поехали! Начнем с отличных новостей для яблочных фанатов. Apple, наконец, официально озвучила дату весенней пресс-конференции. Большое событие пройдет 25 марта в театре имени Стива Джобса на территории Apple Park в Калифорнии. Слоган мероприятия – «It's showtime». Шоу начинается, так что главной новостью, видимо, станет презентация сервисов, платные подписки на Apple News и онлайн кинотеатра. Пользователи, конечно, хотели бы увидеть новые устройства. Они не теряют надежды на поколение бюджетных iPad'ов, AirPods 2, iPod Touch 7-го поколения и станцию беспроводной зарядки AirPower. Что на самом деле готовит яблоко, узнаем совсем скоро. Компании Xiaomi надоела репутация производителя дешевой техники. Подорожание смартфонов анонсировал генеральный директор Лэй Цзюнь. В одном из интервью он заявил, что больше не намерен выпускать устройства дешевле 3000 юаней. Это около 30 тысяч рублей. Пользователи надеются, что подорожание коснется только флагманской серии Mi. А вот народные Redmi и Pocophone все же останутся в разряде бюджетных. Недаром же их вывели в отдельные суббренды. Тем более, что вот-вот Xiaomi представит новинку – Redmi 7, цена которого, как ожидается, не превысит 120 долларов. Google выпустила первую бета-версию новой операционки Android Q. В тестировании принимают участие владельцы трех поколений смартфонов Pixel. Доступ к бете имеет ограниченный круг пользователей, но кота в мешке не утаишь. И нам уже известны некоторые ключевые изменения. Во-первых, поддержка ночной темы, которая работает не только в интерфейсе самой операционной системы, но и в сторонних приложениях. Во-вторых, расширенные параметры безопасности. Система будет предупреждать об активности микрофона или скрытом ведении съемки. Появится также возможность записи экрана и десктопный режим. Смартфон можно будет подключать к монитору. Официальный релиз Android Q ожидается в начале мая. В Huawei подсчитали прибыль от смартфонов флагманской линейки. За 4 месяца китайская компания продала 10 миллионов аппаратов серии Mate 20. В нее входят сам Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20X. Последний на российском рынке не представлен. Уже 26 марта в Париже Huawei представит новые флагманы P30 и P30 Pro. Ожидается, что эти смартфоны будут ориентированы на супер качественную фотосъемку с камерами Leica. В России появятся новые беспроводные наушники Rhythmix. Сразу три модели. Их отличительная особенность – встроенный плеер. Да-да, теперь музыку можно слушать вообще без смартфона. Для этого в наушниках есть слот microSD, куда вы сможете вставлять карты памяти с любимыми треками. Объем до 64 гигов. В остальном наушники стандартные. Работают через Bluetooth, есть шейное крепление и встроенные магниты, чтобы не болтались, пока вы ими не пользуетесь. На этом все. Следите за мобильными новинками вместе с MobileInco. А также подписывайтесь на канал, ведь мы держим руку на пульсе новой технологии. А с вами был Миша. До скорых встреч. Пока-пока.